Привет! Сегодня я расскажу, как я делала вот такой кокошник. Кокошник я решила сделать в три часа ночи. Я просто подумала, а почему бы нет? Собственно говоря, в это же время я пошла шерстить интернет и смотреть, какие кокошники бывают. Я нашла интересующие меня кокошники. Они были двух видов из проволоки и из картона. Проще всего сделать кокошник из картона, и это быстрее всего. Но было время, было желание, поэтому я решила сделать кокошник из проволоки. Проволоку цепанула у мужа и, собственно говоря, начала плести. Сначала я сделала обруч на голову, он у меня получился двойной, а после этого я решила сделать лепестки. Лепестки овальной формой, из проволоки они получились очень легко. Необходимо было просто подкрутить проволоку и лепесток готов. Таких лепестков у меня получилось пять. После того, как я их скрутила между собой, начала прикреплять к основанию обруча, к основанию будущего кокошника. Здесь мне помог муж. Он показал способ прекрасный, как можно крепить проволоку друг к другу без вот этих вот накручиваний толстых самой же проволокой. Он мне показал, как можно при помощи обычных ниток и суперклея прикрепить друг к другу проволоку. Держится просто до ура. Невозможно ни порезать, ни распилить. Суперклей в нитках схватывается очень сильно. Вот здесь вот черные точечки, это как раз таки крепление проволоки на нитке. Сверху добавляла суперклей. Помимо того, что я сделала пять лепесточков, я решила, что внутри еще должны быть маленькие лепесточки. Их также скрутила проволокой. И после этого решила добавить сеточку. Сеточку нашла в закромах. И при помощи капроновой нити прикрепила на основные, на большие лепестки. Делать это достаточно скучно, поэтому вот уже готовый результат. К сожалению, не все так быстро, как на видео, но тем не менее. В принципе, это можно сделать быстро. Вот такая вот заготовочка. А здесь уже появились трезики. Я очень долго думала над тем, какой же будет кокошник новогодний или что-нибудь такое более мрачное для фотосессии. Но все-таки Новый год, поэтому решила сделать кокошник для снегурочки, ну или снежинки. Покопавшись за кромах, нашла кружево. Порезала. Все как в детстве. Любила вырезать цветочки из ткани. И то же самое здесь. Вырезала красивые элементы. Они как раз посеребренные. Серебряная нить. Пришила их. А сверху уже на них стразы. Стразы я заказывала из Китая. Они очень красивые. Переливают. Собрала их, конечно, для других целей. Я тогда еще не знала, что мне в голову стукнет сделать кокошник. Но тем не менее, они пригодились. В общем, все, что было под рукой, пошло на этот кокошник. То же самое и вы. Все, что у вас есть. Ленты со стразиками, без стразиков. Все, что есть, все может пойти на этот кокошник. И, кстати, сделать подобный кокошник для фотосессии не так уж и сложно. В общем, пока я пришивала все стразики, у меня появилась еще одна идея. Сделать весельки, чтобы полный образ русской красавицы получился. Много раз переделывала, что-то изменяла, что-то мне нравилось, что-то не очень. Поэтому лучше смотреть на готовый вариант в начале и в конце видео. Здесь я просто показываю на ускоренной съемке то, как я старалась. То, как я все это вручную пришивала. Да, это действительно долго. У меня на этот кокошник ушла неделя. Но хочу сказать, что неделя просто потому, что помимо этого кокошника еще занималась детьми, работой и другими своими работами. Так что, в принципе, если сесть за две ночи, сделать его реально. Это правда. Устанешь, надоест, бисер будет сниться. Но, тем не менее, кокошник ты получишь за два дня. Пришиваю кружево. Когда я пошла дополнительно в магазин за иголочками, я узнала, что есть не только леска, которую я пришивала, но, оказывается, и мононить. Так что, если вы тоже не знаете про мононить, обратите на нее внимание. С ней работать одно удовольствие, как с пайетками, так и со стразами и с бисером. Очень тоненькая. Еще и тянется, прежде чем оборваться. Это супер. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, как я создавала свой кокошник. Какой путь я прошла при создании этого кокошника. Вот сейчас как раз таки вы видите, что у меня проволочки закручены сзади. После их я убрала, и там появилась лента. Очень красивая, как у Снегурочки. Ну, а вот, собственно говоря, и мой образ. Пока без белых коз, но что уж было под рукой. Спасибо за внимание. Пока. 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 Пока.